Шановные украинцы, я думала об этом инциденте с Виталиком и рада тому, что он случился, потому что для меня это как собака Павлова. Я узнала кое-что о определенном виде Ждунов. Например, вот он сказал, что его мама из Курска, так? И приехали они, наверное, в один из окладоморов. То есть украинцы умирали от голода, либо их переселяли в Казахстан, освобождались с квартиры, как вот сейчас, помните, в чат-рулетке девушка из Херсона разговаривала с каким-то мусульманином, и он сказал, что он вскрыл чужую квартиру, но там не было простыней, помните? Вот его мама из Курска приехала в Харьков, и она не поменяла, она не стала украинкой. Она вырастила сына, как будто, знаете, Харьков это продолжение Москвы, и ездил он работать в Москву. Он сказал, что он работал в Москве. Он молится на Москву, он молится на русский язык, никаких других языков он не признаёт, он еле-еле говорит на английском. Я предложила ему перейти на английский, потому что я не хотела разговаривать на русском. Он сказал, да, конечно, а потом, ну, сказал два слова, окей, I'll speak English, и потом на этом всё закончилось. Он называет себя украинцем, но он сказал, что он москаль, московский украинец, что-то типа этого. Я просто хотела сказать, что, наверное, в Украине много людей, которые переехали вот в годы Голодомор и пустили там вот одно поколение. И это одно поколение имеет паспорт Украины, но оно ничего не знает об Украине, искренно не знает, искренне. Вот как им сказали какая-то мама или бабушка из Курска, что есть боженька царь, и есть рубль, и есть история там Петра Первого, и больше вот для него это теперь вот, больше для него, я пыталась, и хозяин дома пытался, и рассказывали про Голодомор, и рассказывали про историю создания Киева, про княгиню Ольгу. Уж я пробить, я могу пробить очень много, вот благодаря тому, что я общалась в чат-рулетках, в стримах. Я знаю, я понимаю психику человека, но я, честно говоря, была поражена его стойкостью в том плане, что могло речь дойти уже до драки, но он не менял точку зрения, что Пушкин это, причем он не собирал, я могла сказать, что Пушкин это эфиоп, Пушкин там, у него дедушка там Ганнибал какой-то там, ну какой русский писатель будет иметь дедушку Ганнибал, Ганнибал какой-то там, Абрам, но еще не помню. Он писал на разных языках, он, если бы он встретил на улице, он никогда не подумал, что он русский. Я этому Идалику сказала, что вы даже на славянина не похожи, у него черты лица монгола, то есть монголы, которые, монгольское иго, наверное, часто заезжало в Курск, вот, еще он не изучает историю Монголии, ну короче говоря, он сказал, что Путин хуйло, Зеленский хуйло, но я так понимаю, что если бы он вернулся в Харьков, наверное, бы он топил за Москву, хотя... Ну короче, для него Москва не враг, и каждого россиянина, с которым он будет там встречаться, в магазине, покупая продукты, либо на вечеринках, наверное, он будет бухать с каждым. И с россиянками, которые, да, им уже нужно с кем-то познакомиться, я уверена, что его женой или там любовницей станет россиянкой, потому что ни одна украинка с ним не ляжет. Вот, но паспорт у него украинский, американского нет, российского нет, и... Я не думаю, что он вам нужен, нашиновные украинцы, я не думаю, что сейчас вам нужен такой идиот, как Виталий, поэтому пусть он дальше катается на траках в Америке, хотя бы пусть платит налоги, надеюсь, что он их платит. Слава Украине!